Привет! Сегодня в видео я расскажу тебе про довольно простые с виду беспроводные наушники-вкладыши Mifo X17. Данная модель примечательна в большей степени тем, что в ней реализовано механическое управление функциями мультимедиа, а также в самом футляре встроен довольно информативный индикатор заряда, хоть и смотрится он весьма вычурно, но обо всем по порядку. Поставляются наушники в стандартные для Mifo черные коробки из плотного картона с нанесенными на нее ярко-желтыми надписями. Внутри в поролоновой проставке находится кейс с наушниками, небольшая коробочка с кабелем для зарядки с интерфейсом USB-C и краткое руководство пользователя. Как я уже успел отметить в самом начале, зарядный кейс имеет довольно заурядный вид, но при этом несет в себе одну интересную особенность. Она заключается в том, что на лицевой стороне производитель встроил весьма оригинальный индикатор уровня заряда аккумулятора в виде круглого цифрового экрана. Многие, кому так не хватало подробной информации об остатке заряда, могут ликовать. Этот показатель здесь отображается цифрой в процентах. Помимо всего прочего, на этом же встроенном экране имеется индикация для каждого из наушников, но уже без цифр, а просто обозначена делениями в виде разбитой на сегменты батарейки. И вот если с функциональной точки зрения претензий к такому решению у меня никаких, то с эстетической данный экран как-то сильно бросается в глаза и выглядит несколько несуразно. Как по мне, если бы пластик в данной модели использовали черный, то смотрелось бы все гораздо гармоничней. Крышка кейса в открытом состоянии никак не фиксируется, но и не люфтит. Петля здесь пластиковая, без доводчика. Никаких кнопок активации и сброса наушников до заводских настроек, как внутри, так и снаружи корпуса нет. В нижний торец встроен разъем для зарядки. Емкость установленного аккумуляторного блока 400 мАч, а в каждый наушник поместили по 40 мАч. Габаритные размеры кейса по длине, ширине и высоте составляют 49 на 25 и на 49 мм соответственно. Вес кейса с наушниками получается 43 грамма без 36. Звуководы наушников представляют из себя классические чаши обычных вкладышей, без каких-либо особых изменений. Датчиков автопаузы здесь нет, а за управление отвечают механические круглые клавиши, облитые хромом. Для 2021 года в эпоху всеобщего внедрения сенсоров решение очень необычное, но кому-то возможно оно и понравится. Каждым наушником в паре можно пользоваться по отдельности, при этом полноценно управляя всеми имеющимися функциями мультимедиа с любого из них. Однократное нажатие отвечает за плей-паузу, а в момент входящего звонка по данному действию можно на него ответить или положить трубку по окончанию разговора. А вот зажатие клавиши на 2 секунды позволит отклонить входящий вызов. Оригинально здесь зашита и перемотка треков. Двойное нажатие переключает трек вперед, а тройное назад, причем на каждом из наушников. Нажатие с удержанием в 2 секунды в обычном режиме воспроизведения музыки позволит вызвать голосового ассистента. Сбросить наушники до заводских настроек можно также посредством этих клавиш. Подробный алгоритм действий расписан в инструкции, а вот управлять с наушников громкостью, к сожалению, нельзя. Такую возможность производитель не предоставил. Наушники Mifo X17 имеют хороший запас по громкости, но звучат при этом, как по мне, скучновато. Немного не хватает объема на середине, хотя по басу и верхушкам у меня вопросов нет. Для электронной и поп-музыки они в целом подойдут, а вот для чего-то более замороченного уже скорее всего нет. К слову сказать, на максимальной громкости появляется небольшое смешение низких и средних частот, отчего в некоторых сильно басовых композициях появляется эффект дисторшена. Возможно, такую громкость просто не вывозят установленные здесь 10-мм динамические драйверы. Для форм-фактора вкладышей такой размер излучателя немного маловат. В общем, если по-простому, то получается такой эффект старого магнитофона, который чуть захлебывается, если выкрутить волюмена максимум. К примеру, те же Maripods от Halo на максимальной громкости звучат намного интереснее и богаче, а главное чище. Здесь же скорее уровень QCY-T8 на аудиокодеке SBC, при том, что я тестировал их на доступном в настройках AAC. Да и то, в QCY-T8 такого явного эффекта перемешивания частот на максималках не было. Если пройтись по совсем бюджетным вкладышам, то те же QCY-T12 звучат многим лучше. И вот стоили бы мифы X17 в районе 15-20 баксов, я бы вообще слова не сказал. А так, за их цену есть прекрасные аналоги от тех же QCY. Ну а те же, кто пишет в отзывах, что звучание здесь отличное, возможно просто не слышали ничего лучше. В моем тесте автономности при 100% громкости наушники отыграли 4 часа и 29 минут на одном заряде, что учитывая их запас по громкости является очень хорошим результатом. Ну а сейчас я предлагаю тебе послушать, как отрабатывают микрофоны в данной модели наушников. Проверяем работу микрофонов в наушниках мифа X17. Вот таким образом они звучат в закрытой машине. Это тест машины, стандартный мой, который во всех роликах имеется. И сейчас по традиции я открываю окна, с двух сторон мне сюда задувает порывы в не ветер. И мы слушаем, как отрабатывают шамоталы при каком-то сценарии использования в этих наушниках. Вот так это все работает. Ну и по традиции второй тест, тест с печкой. Я сейчас выкручиваю ее на максимум, она потихонечку набирает обороты, вот уже буквально через 5 секунд у меня в салоне будет стоять очень сильный шум, выдувает горячий воздух изо всех сопел, собственно, моей печки. И вот так отрабатывают шамоталы при таком сценарии использования. Я сейчас тебе вставлю звук из салона, чтобы... И вот так отрабатывают микрофоны. Допустим, если ты будешь обогреваться в машине, зимой, и с кем-то будешь разговаривать по вот этим вот наушникам. Вот как-то так все работает. Собственно, пиши в комментариях, понравилась у тебя работа этих самых микрофонов. Ну и немного о стабильности связи в этих наушниках. Я решил рассказать в таком лайв-формате. Я еще совместил это с тестом работы микрофонов на улице. В общем, по стабильности соединения наушники, в принципе, нормальные. Но вчера я поймал небольшие такие отвалы. А правые от левого отвалились на доли секунды. Причем телефон находился рядом со мной. Так что не знаю, разовая это акция или нет. Но тем не менее, я решил об этом сказать. А так вот во всех этих местах, где много людей, в принципе, на улице вполне нормально себя ведут эти наушники, не отваливаются от телефона. В общем, как-то так, только друг от друга. Подключение к смартфону происходит по открытию крышки кейса. При этом наушники издают довольно пронзительный звон колокольчиков. И если в этот момент ты успел уже поместить их в уши, то будет неприятно. Также во время сопряжения в наушниках горят довольно яркие статусные светодиоды. Но благо после установки связи со смартфоном они гаснут и больше не мигают. Главного наушников паре нет. И как я уже говорил, каждым из них можно пользоваться по отдельности. Оставив второй на зарядке. За связь отвечает Bluetooth 5 версии. Специального игрового режима в наушниках нет. Оттого имеется слышимая задержка в PUBG Mobile и в Call of Duty. По моим замерам, интервал задержки по тайм-коду составил 320-400 миллисекунд. В зависимости от применяемого оружия. Для игрока-любителя отставание в треть секунды, наверное, ощутимо не будет. Ну а профи для игры лучше использовать провода. А вот посмотреть ютубчик в этих наушниках вполне реально. Здесь отставание звука от видео уловить на слух довольно сложно. Ну и подводя некий итог, могу сказать, что в первую очередь Mifo X17 определенно будут интересны в какой-нибудь распродаже по цене 15-20 долларов. Покупать их за 25 и выше я бы не советовал. Аналоги в эту цену на рынке имеются и будут определенно лучше X17. Плюс немаловажной будет и посадка в ушах, ведь это вкладыши. Они могут подойти не всем. Глянцевые звуководы ну никак не позволяют назвать эти наушники спортивными. А ведь производитель позиционирует их именно так. Да, они легкие, но возможно будут вылетать из ушей во время бега или подобных активностей. Так что стоит обратить на это внимание. В любом случае окончательный выбор остается как всегда только за тобой. Я же постарался сегодня максимально подробно тебе рассказать и показать, что ты сможешь получить купив данные наушники. Спасибо тебе за просмотр. Отдельно буду благодарен за лайк и комментарий. И увидимся с тобой уже в следующем моем видео. Пока пока.